Милонов, Мамонов и Петр Мамонов Мы долго рожали этот проект, он был в тестовом режиме и Вера была одним из гостей в зале на интервью с Ленор Горалик и после этого согласилась к нам прийти, что особенно приятно. Такие встречи будут проходить каждую неделю и для меня большая радость и честь, что первым нашим гостем, нашим первым почетным гостем стала Вера Полоскова. Вера, когда мы придумывали концепцию этого клуба, мы поняли, что тех людей, которых мы хотим пригласить, объединяет одно. Все они герои нашего времени. Да. И, конечно, в это понятие можно вкладывать очень много смыслов. Но для меня вы герои нашего времени, потому что уже больше 10 лет вы филигранно точно в своем творчестве, в своих стихах говорите о том, что чувствует каждый из нас. Что чувствую я, что чувствуют они, она, она, он. И поэтому первый вопрос, который я хотела задать такой. А как вы это время чувствуете? Какое оно? Что сейчас с нами, со всеми, с нашим поколением самое главное происходит? Меня вез таксист сюда, который почему-то мне везет в последнее время. Начал мне рассказывать, что народу нужна сильная рука. И вот при Сталине эта страна процветала и все прочее. Я вдруг поняла одну большую важную вещь. Сейчас происходит такой какой-то последний, мне кажется, переход к совершенно другому типу сознания. А именно, что никакой ценой унижений человеческих, никакой ценой замалчивания, никакой ценой, не знаю, возвеличивания одних за счет других, никакого лицемерия больше нельзя как-то допустить. Оно физически больше не помещается в оперативную память. И то, чем занимаются лучшие из моих друзей и люди, на которых я равняюсь, и люди, к чьим книжкам, к чьим песням, к чьим спектаклям я ревную, это истребление какого-то тотального лицемерия. Потому что мы все, это невероятно, на самом деле, это невероятно интересное время, в котором мы живем. Вот это последняя, не знаю, как сказать, отрыжка, что ли, ужаса, ужаса перед сильным, угнетение, история про то, что ты никто против большого количества людей, что малейшее отличие, и ты вызван на партсобрание, и ты за него распекаем за это отличие и все прочее. Вот это такая история большая про переход от бояться к не бояться, не знаю, я по-другому сказать не могу. И самое… Причем это не обязательно, это не в смысле какой-то оппозиционности, как мы себе ее напрямую представляем. Это в смысле смелости говорить правду в таких ситуациях, в которых принято вежливенько промолчать и поулыбаться, сделать красивенькое вместо честного, да, потому что сейчас опять в связи с тем, что происходит сейчас, а сейчас невероятные же гонения на культуру, как мы знаем, на самом деле начинаются, только начинаются, она опять поступает как бы в служанки, она опять должна быть таким сталинским ампиром, она должна быть очень красивой потемкинской деревней, за которой происходит весь трэш, который происходит. От нее требуют как бы большой красоты и лицемерия. А она вообще сейчас не может быть красивой, она может быть только честной, именно поэтому происходят все эти столкновения по поводу того, что вот на этом и смотреть не хотим, это порочит Россию, это не то, это зло и так далее. На самом деле история про то, что осмелится, возвысится, да, вот эти все споры про Звягинцева, все эти споры про тесноту, все эти споры про главные фильмы года, это история о том, что сейчас самое красивое, это точное, честное и беспощадное, к сожалению. Принцип этой системы, которая сейчас, она на самом деле очень гнилая внутри, это дом, который обрушивается крышей внутрь. То, что вот эти все идут шумные дела, это на самом деле последствия. Внутри там все гораздо хуже, чем мы можем себе представить. Там все так прогнило и все так друг с другом, ну видно по некоторым щепкам, которые летят, что они уже едят друг друга, эти ребята, то есть они перестали есть нас, взялись друг за друга. Это как бы хорошая новость на самом деле. Это правда, все скоро уже закончится. Но по ходу движения много чего пострадает, естественно. И просто как бы эта история, она именно на устрашение работает. То есть у тебя отбирают как бы репутацию, тебя ослабляют, у тебя отбирают работу до любого выяснения. Это как с Кириллом, да? Уже же не важно, посадят его там, не посадят. Все, что можно сделать, сделано. Обрушена репутация. Вышло там сотня публикаций, порочащих. Каждый таксист тебе расскажет, что это вор бюджетных денег. Все. Дальше можно не делать ничего с человеком. Вера, вы сами чувствуете себя свободной в этой истории во всей? Ну, как-то внутри своего положения дела я чувствую себя вполне свободной. Я немножко дороже за это плачу, чем мне хотелось бы. А чем вы платите за это? Не знаю. Тем, что Милонов, Мамонов и Петр Мамонов по Первому каналу, как в стишке Хармса, рассуждают о том, что мне надо лишить гражданства. Но в целом это, опять же, самое страшное, что может произойти. Больше ничего не может. Например, Фадеев, Халдеев и Пипербалдеев однажды гуляли в дремучем лесу. Я, слава богу, была в Индии, я этого не видела. Но когда мне это рассказали, что типа в каком-то ток-шоу Милонов, Мамонов, Милонов, Милонов, Лимонов и Петр Мамонов обсуждают тот факт, что я изменяю родину, я сразу в счастье. Про это же можно написать целый цикл стихотворений. За последнее время ваша лирика стала более гражданской. Вы чувствуете себе потребность больше говорить об обществе, нежели, например, о любви? Появился даже блог в программе «Высокое разрешение», которую мы сейчас играем. Мы сыграли два первых концерта. Что касается «Стал ли я граждан?» Слава богу, нет. Есть великая Елена Фанайлова. Если вы хотите узнать, что в стране происходит, прочитайте великий стихотворный цикл «Трое или сестрата». Он даже выходил, по-моему, целиком или какой-то половинкой в подборке. Прям наберите. Елена Фанайлова «Трое или сестрата» и вы все узнаете. Это главный поэт сейчас времени, которое происходит. А я все еще про пленительные частности. Ну вот, понимаете, я все время, так как поэтов у нас не очень много… На самом деле, вагон. Да, но про это мы тоже поговорим. Я часто задаю этот вопрос музыкантам. Про то, чувствуют ли они социальную функцию того, что они делают, социальную силу того, что они делают. Я просто думаю, что тут история тоненькая в том, что ты социальную функцию выполняешь в тот момент, когда ты являешься самим собой. Ну то есть спектакль, например, может быть о чем угодно вообще. Но если он сделан супер как-то мощно, правдиво, современно и по-настоящему, то самим фактом своего существования он задает некоторый… Ну как любое… Как сказать? Дело в том, что искусство же не обязано призывать ни к чему. Оно само для себя на самом деле существует. Я верю в это свято. Просто тем, на каком языке оно говорит с тобой, оно отменяет некоторые лицемерные конвенции, которые вокруг заключены. После хорошей книги ты не можешь орать на своего ребенка несколько дней. Потому что ты проревелся, увидел, как бывает, узнал про глубину какой-то человеческой трагедии, человека, которого не существовало, но он тебе как родной. Ну то есть после фильма, который тебя переворачивает, неважно, он может быть об одиноком человеке на отшибе города, который слова не произнесет за всю ленту. Но ты не можешь пойти и сподличить, потому что тебя попросили на работе это сделать. Но ты не можешь. И это самая главная его функция. Оно не обязано говорить о том, что должна быть власть сменяемая, а не вот такая вот. То есть это можно делать не напрямую, это просто должно быть так, так прозвучать, после чего ты как бы видишь вещи целыми и настоящими. А теперь вопрос участников проекта The Question. Сейчас к ужасу моему, но, как сказать, злорадству некоторому, сейчас вообще большая поросль так называемых сетевых поэтесс. Инстаграм поэтесс моих любимых. Они прямо, это целая клумба. Я на многих из них подписана, мне ужасно интересно, что там происходит. Девочки работают в отличие от меня. У девочек YouTube-каналы, там по 500 тысяч подписчиков, девочки фигачат туры по 30 городов, все работает очень круто. В отличие от меня, ну как бы мне неловко, просто ужасно. И по 30 тегов под каждым текстом поэт, поэт Катя Пупочкина, современная поэзия, новая поэзия, лучшие стихи, стихи о любви. Там 48 тегов. Ну то есть представьте себе, что я так подписываю хоть что-нибудь. Это, наверное, просто, ну то есть, не знаю, под эпиатами тяжелыми я даже так не смогла бы сделать. Ну потому что это кем надо быть? Ну в общем, неважно. И вот они делают то, что я делала в 2003 году. Вот положи мой этот текст любой из 2003 года, он будет настолько же. Я вроде сейчас как это осуждаю, да? Ну как бы где была бы я, если бы я этого не написала? Конечно, теперь мне легко. Ну проблема в том, что им по 35 лет. Вот такая история. Мне хотя бы было 16, я имела право заблуждаться. Как бы вы оценили соотношение упорства, таланта и везения в случае вашего успеха? И есть ли у вас какая-то система организации ежедневной работы? За систему организации ежедневной работы я готова платить половину денег, которые я зарабатываю. Чтобы просто в доме постоянно сидел человек, который раз примерно в час говорил бы, я организовал тебе систему ежедневной работы. Почему ты не работаешь? Что ты делаешь? Просто что ты делаешь даже? Простые вещи. Вот сейчас что ты делаешь? Чем ты занята сейчас? Как бы ты оправдала то, что ты делаешь сейчас? Я очень спорадически и странно и спонтанно работаю. И это большая проблема, потому что я не могу ничего планировать. Вот, например, книжка «Ответственный ребенок» была заявлена к выходу, по-моему, году в 15-м. Ну потому что мне казалось, что я классно поработала. Я за две недели написала 15 текстов. Ну супер же. Остальные 15 я писала полтора года. Просто дальше ты не можешь предсказывать ничего, как это развернется. Поэтому… А я еще очень люблю читать всякие поэтические и писательские интервью. Я прям плачу вот таким, честно. Это то, что может заставить меня рыдать. Питер Хьок, который говорит, что он в 6 утра просыпается. Час йогой занимается. Час медитирует. 4 часа отводит детей в сад. Сам. Пока не в саду. 4 часа работает, честно. Встает, забирает детей из сада. Дальше проводит время с ними вечер. Архан Памук, который пишет, что он садится каждый день за огромный дубовый стол. Там все очень подробно написано. Этот дубовый стол. 7 часов сидит, рожает текст. Может родить за 7 часов абзац. Может родить 20 страниц. Никто никогда не знает. Но вот эти 7 часов – это святое время. У них есть жены. Я не знаю, что у них есть. У них есть явно что-то, чего нет у меня. Я прям хочу купить этого. Не знаю где. Вера, скажите, почему в ваших текстах, эта девушка спрашивает, я постоянно нахожу себя. Как это, черт возьми, можно объяснить? Только то, что я, ну как сказать, это правда. Мне еще очень понравилось, как меня спросил Ильдар Жандарев. Это еще одно мое любимое интервью с вами. Это и мое любимое интервью с вами. Это редкость большая. Вы даже себе не представляете. То есть объем ужаса человека, который на Первый канал идет давать интервью, он такой, ближайшие 10 лет тебе могут сейчас цитировать какую-то одну глупость, которую ты сморозила, потому что тебе задали кривой вопрос, а ты растерялась. И все. И репутация в руинах на 10 лет. И ты как бы молишься просто, идешь и молишься, пожалуйста, пусть все пройдет хорошо. Ильдарев меня спросил, то, что вы делаете, это проповедь или исповедь? Это вы хотите кого-то наставить там на путь истинный? Или все, что вы описываете, это только про вас? Это, ну как бы, настолько не может быть в моем случае проповедью. И так я всегда хохочу над людьми, которые выходят пасти народы, которые говорят, вот сейчас я вам подскажу быстрый путь к исцелению. Тут я сразу, ой, какой страшный человек, думаю я. Он знает путь к исцелению. Я не знаю вообще никакого пути к исцелению. Я знаю только то, что как только ты сказал, это уже так не болит. Как только ты назвал, это перестает быть демоном, который тебя пожирает. Потому что это отделяется от тебя. Все, что ты называешь, перестает быть тобой. Ты уже кто-то еще. И по такому принципу устроены все мои тексты. Можно ли ставить знак равно между рэпом и поэзией? Рэп – это штука неотделимая от ритма. Рэп – это ситуация, в которой текст – это еще один инструмент. Где голос – это еще один инструмент ритма. Поэтому, конечно же, он совершенно по другому принципу построен. Он может быть супермногослойным, многословным и так далее. Для того, чтобы как-то быть еще одним битом, строго говоря. Потому что голос – это еще один бит. И это совершенно отдельный жанр, естественно. Но поскольку это и те, и другие, и то, и другое искусство пользуются словами для того, чтобы состояться, люди проводят параллели. Я больше всего люблю комментарии у Гуфа, например. «Слышь, ты когда подгонишь какой-нибудь рычок для истинных любителей поэзии?» Я прям думаю, мои истинные любители поэзии. Вот они же думают, что они истинные любители поэзии. Прочитаем Баха Токинжеева, они, наверное, просто… Вырастет еще одна голова на месте старой головы. Но наши пользователи спрашивают, какой же все-таки Оксимирон в жизни? Классный. Я у него даже спрашивала. Я говорю, ты зачем… А зачем? Тебе нравится в такую зверюгу играть? Нафига это надо? А он что говорит? Ты человек нормальный. Это такая редкость. И особенно в том жутком деле, которым ты занимаешься. Оно очень токсично. Вы не представляете себе, сколько чисто тонны токсичной коммуникации этот человек выносит в день. Не просто комментариев, а вообще то, как принято разговаривать в этой субкультуре. В литературном мире тоже происходят батлы в комментариях, друг с другом и все. Но люди честно друг друга ненавидят. И никогда руки друг другу не подадут, если вдруг окажутся, не дай бог, за соседним столом в ЦДЛ. Плюнут в суп честно друг другу. Тут нет, они все в одной тусовке. Они все там друг другу… Короче, тот, кто выиграл у одного в этом батле, в следующем за него болеет. Ну, то есть я не могу понять, как это устроено, честно. Да нет, ну это просто какие-то конвенции. Как сказать, это отдельный для них спорт. Ну, как боксеры. Да? Вот они убивают друг друга полтора часа на ринге. После чего убивают прям. После чего надевают… Заканчивается время. Они надевают халатики, сигаретку протягивают, стоят, курят. Вот как вот это вот так можно, наверное, описать. Или, не знаю, какой еще придумать, какой-нибудь страшный кулачный бой. Или два человека, которые там в противоборствующих командах по пейнтболу, им надо размазать друг друга вообще, а потом они спокойно встречаются на какой-то нейтральной территории. Вот, наверное, так. Для них это спорт. Наверное, поэтому это и популярная вещь, потому что это суперзрелищно. И все. Но я не могу. Для меня слова имеют совершенно другой вес. Если кто-то что-то сказал про мою маму, Ну, у меня могут быть сложные с ней отношения, но ты… Может быть, они думают, что тут мама тоже лирическая героиня. Да, да. А у них точно. Да. Ну, может быть, это совсем несуразное сравнение. Но когда мне было лет 14, на телеэкранах гремел сериал «Бригада». Помните такое? Да, конечно. И вот как раз мои друзья, такие же 14-летние, после того, как посмотрели сериал «Бригада», тогда еще люди смотрели телевизор в их возрасте, они стали копировать этих людей. Они хотели быть похожими на Сашу Белого, туда-сюда. Ну, вот это все. Но такие герои вообще очень живучие. Да. Это же архетип. Данила Багров. Да, кстати, про него тоже есть вопрос. И вот эти герои, отчасти отрицательные, они же становятся прототипами для молодежи. Получается, что сегодняшние рэперы, тот же Мирона и Гнойны и так далее, они в своей вот этой агрессии «я твою маму» и так далее, они же становятся прототипами для молодых людей. Как на это смотреть? Следующий вопрос. Куда мы готовим своих детей? Что будет со страной? Ну, вообще, как вы к этому относитесь? Мне кажется, что возможность вербально закопать за беседника за полторы минуты неплохое качество, на самом деле. Возможность не драться, а в рифму как-то все это сделать, тоже, в общем, веселая история, довольна. И мне кажется, что каждый раз, когда мне очень нравится, у меня лента состоит из филологов, критиков, книжных, в общем, людей, которые дружно распекают, не дай бог, какого-нибудь одного, который смотрит батлы и восхищает, например, Саша Гаврилова, который говорит, как можно, Александр, вы, прочитавший тысячи книг, как вас может вообще эта донная, низовая, карнавальная какая-то, площадная культура интересовать. И я понимаю, что это суперинтересная сфера бытования языка, который всегда мудрее, чем мы. Просто язык очень по-разному преодолевает, ну, как сказать, закосневшие, неработающие свои старые экзоскелеты. Он из них выбирается и обретает какие-то новые формы. Когда-то это был вдруг там, да, бах и русский рок, когда он заговорил совершенно другим каким-то языком про какую-то такую правду, про которую люди боялись подумать. Вдруг там до этого, ну, много. Собственно, это всегда как-то было связано со стихами, так или иначе, с текстами или песен, просто со стихами. Теперь это рэп, потому что рэп не по цензурной истории. Нельзя процитировать тебя в заголовке. Нельзя фразу «пошуми» процитировать где-нибудь. И это делает эту сферу свободной от, ну, вот этого гниения, которое пожирает все, что медийно. Хочу дать возможность задать вопросы из зала. Вы не против, Вера? Я за. Вопросы. Вопрос совсем про другой, на самом деле вопрос про зависть. Только не к вам, а вашу зависть кому-то. Если она появляется, пытаетесь ли вы с ней справиться, и получается, да, нет, и вообще почему она может возникнуть? Это должны быть стихи или какие-то действия, или просто какой-то волшебный человек, не знаю. Ну, удивительная какая-то способность отпускать и не концентрироваться на зле. Я очень злопамятный человек. Я помню всех людей, писавших мне гадкие комментарии в 2004 году в ЖЖ. Как только я соединяю ник и юзерпик в новом обновившемся каком-нибудь соцсети, думаю, это ты, ты пришел просить у меня там об интервью или о чем-то, я помню тебя, ничтожество. В общем, и просто я реально, когда плохие дни, я не ленюсь, залезаю в ЖЖ, в десятилетней давности, нахожу эту запись, копирую этот комментарий, отправляю и говорю, а вот в 2004 году вы не были таким вежливым, что заставило вас изменить мнение? Я прям ужасная, я помню все. Можно ли гениальным и очень талантливым людям прощать больше, чем обычно? Нет, никогда не видитесь на это. Никогда не видитесь на это. Два разных счета. Приносят один за еду, другой за алкоголь. Вот один за произведение приносит, другой за характер. Если человек говнюк, он имеет право отвечать за это, даже если он великий писатель. Ну, нам приходится, понимаете, нам приходится во многих случаях действительно ставить эту границу. Роман «Обитель» гениальный, к Захару Прилепиной у некоторых есть вопросы, читатели обитель. Ну, зачем далеко ходить? Вот с Дмитрием Львовичем, например, такая история. Книжки хорошие пишут, а общаться невозможно. Ну, понимаете, общаться невозможно, это частности. Это вот если ты с ним сидишь рядом, действительно сложно, он все время в телефон смотрит. А есть вещи публичные, есть вещи, когда человек идет на войну? Нет, вот тут, ну, как бы у меня нет, я не могу так уже. Не можете? Я не буду книжки читать человека, который убивает моих друзей. Ну, как бы, молодец, конечно, но как-то надо знать, мне кажется, края. Не могу, там, не знаю. Вот это интересная история с Юрием Быковым сейчас происходит, какая гениальная. Я так люблю такие сюжеты глубоко. Мне жалко его, ужасно. Жалко. А как пачкать? Мне не кажется, что с человеком происходит интереснейшее. Давайте мы два слова скажем, что это. Работа души. Человек снял для первого канала сериал про то, что русская оппозиция сотрудничает тесно с ЦРУ. Продюсер Бондарчук. Продюсер Бондарчук. Костя, я заказал все свои. Два года снимал, работал. Вышло кино и, видимо, получило. А этот человек, ну, надо просто еще представлять там предысторию. Снял, например, свой знаменитый фильм «Дурак» про то, как один наивный, но отважный мальчик борется со всей прогнившей наглухо системой и является собой пример единственного адекватного человека во всей этой бюрократической помойке. Накануне буквально, там, три года назад. И написал письмо о том, что он предатель. Он предал прогрессивное поколение людей, которые хотели что-то изменить в стране. Ему очень стыдно. Он уходит из кино, из публичного поля и собирается оставаться в тени, пока как-то не придумает, как искупить эту историю. Неправдоподобно, правда? Ну, то есть невозможно себе это представить. Это была первая история покаяния такого настоящего. Ну, то есть это супер странно, да. Такая немножко… Кажется, что кто-то, может быть, надавил. Ну, ясно, что человек в каком-то тяжелом раздрайве, он удалил Фейсбук, он там… Все. Я, на самом деле, за него очень болею. Это совсем не бездарный режиссер, который, возможно, действительно что-то понял. Но, естественно, всякие вот люди, которые мы назвали, не хочется вслух произносить. И их друзья говорят, что его затравила либеральная общественность, что такие покаяния подписывали себе в сталинские времена люди, которые говорили, что я заблудился, оступился, прошу партию простить меня и пустить обратно. Но нет, мне кажется, что нет, его никто особо не заставлял. Он по-честному это написал. Он просто посмотрел, что получилось. Ужас в том, Бродский еще говорил в Нобелевской лекции, что зло – очень плохой стилист. Ты не можешь снять неправду, очень хорошо. Как-то Бог так устроил, не знаю, кто так устроил, что пропагандистская, сразу лицемерная, заранее, исходная, лживая история не может быть классно сделана. У нас осталось время для одного вопроса. У меня вопрос про генетический код. Вот этот генетический код, который у нас заложен, когда чиновнику можно, когда чиновник знает, что ему можно. И когда ты думаешь, что не уйти ли тебе из страны, но ты понимаешь, что уйти из страны – это не выход, потому что ты не хочешь терять свою страну, и она твоя. Вот этот генетический код можно изменить? Конечно, он меняется. Вот то, что мы с вами… Ну, вот прошлое сто лет, и вот то, что мы видим опять. То, что мы с вами сто лет назад, это произошло… Ну, как бы сто лет назад начался очень серьезный тектонический слом. Я, кстати, не склонна думать, что это не… Ну, это, как сказать, это можно было избежать, и там, и так далее. Это произошло, потому что должно было произойти, к сожалению. Предыдущая система тоже прогнила настолько, что это было неизбежно, ну, правда. А то, что так страшно произошло, то, что это привело к таким катастрофическим последствиям для нации, для всего – это другой вопрос, и это действительно чудовищная история. Но он меняется. Он меняется, и мы с вами наблюдаем людей… На самом деле сейчас воюют не властные структуры, например, и оппозиционеры. Сейчас воюют два типа сознания. Один говорит, одно сознание говорит, ты никто, а я все, и личное, ничего перед общественным. И кто бы ты ни был, я тебя сожру, потому что я важнее тебя. А другое сознание, следующее сознание говорит, никакое человеческое… Ну, то есть человеческое унижение не оправдывает никакую высокую цель. Ты не можешь процветать за счет того, что ты унижаешь кого бы то ни было. То есть только как только ты начинаешь считать себя в праве топтать людей для какой-то высшей цели, эта высшая цель аннулируется, ее не может быть, она больше не цель. И еще какое-то время они так постоят друг напротив друга, но на самом деле эта история, она уже понятна, что… Ну, как iPhone победил Nokia 3310, просто потому что он был из другого мира. Так и, в общем, это проникает уже сейчас. Просто для этого, к сожалению, опять началось… У нас было всего 15 лет, и за 15 лет довольно многое изменилось, безопасных относительно. Уже… Ну, и сейчас начинается опять там темное какое-то время, но уже выросло целое большое поколение людей, вот как мы с вами, ну, на которых просто мент, который начинает гнать на улице, уже не производит такого гипнотизирующего, страшного впечатления, как кролик на удал, потому что, ну, ты переспросишь его, ты попросишь предъявить документы, ты уже не такой… Ну, тебе не так страшно. Мне кажется, все меняется. Вы боитесь у меня? Мусс, не бойся. Спасибо большое, я поправлюсь. Спасибо за вами. Так. Не нужно? Да, да, да. Ну, как мы все-таки собирались, что-то я не сделала. И обсуждали. А вы все это фоткаете, да? То есть будет сказаться, что просто это ваша шерлоскопа. Будете уметь фотографировать сама, на раз, за телефон. Первый, первый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»